Добрый вечер. Мы начинаем наше седьмое занятие изучения санскрита по курсу Эдженса. Если вы меня хорошо слышите, поставьте, пожалуйста, в чат плюсы, чтобы я знал, что у нас все в порядке со связью и что мы можем начинать. Если вы меня слышите, поставьте, пожалуйста, в чат плюсы, чтобы я знал, что с техникой. Все в порядке. Так, отлично. Добрый вечер. Итак, у нас уже сегодня седьмое занятие. Это значит, что мы сегодня проверяем шестое домашнее задание, шестое из 18, то есть ровно треть учебника уже у нас за плечами. В сентябре мы работали достаточно интенсивно, дважды в неделю, поэтому первый третий мы прошли достаточно быстро. Вот. Дальше у нас будут занять раз в неделю, поэтому все будет немного медленнее, но и объем уже информации будет больше. Вот. Напишите, пожалуйста, как в целом ощущения от учебника, да, то есть одна треть позади, но это должно было быть достаточно для того, чтобы привыкнуть к учебнику, да, понять, что от нас хочет автор, в каком виде вообще с этим учебником работать, как делать задания. Вот. И, ну, напишите, пожалуйста, какие в целом у вас от него впечатления, то есть сложный он, простой, эффективный, неэффективный, и в целом оправдывает ли он ваши ожидания. Так, Вера, учебник мне нравится. Совполне эффективный. Особенно мне нравятся итоговые листы, да. Никто лазить не надо за информацией. Да, отлично. Я рад, что учебник вам подошел, как я и рассчитывал. Ну, собственно, я когда его переводил, я понял, что он действительно очень хорош для начинающих, особенно не лингвистов. Вот. Ну, хорошо, давайте тогда проверим домашнее задание. И первым заданием было написание слов, а точнее задание на написание гласных после согласных. То есть, конечно, у нас уже месяц назад был вводный курс, и там все мы это проходили, но, тем не менее, мы сейчас уже это вводим в единую систему, да, уже в этом нашем сегодняшнем седьмом уроке будут темы, которые мы не разбирали на вводном курсе, касающиеся письменности. То есть сейчас мы уже где-то вот подошли к тому моменту, когда вот этих знаний и навыков, полученных на вводном курсе, больше они нам помогать не будут, потому что авторы учебника уже требуют от нас весь этот объем. Вот. Итак, первое слово «ити». Да, абсолютно правильно. «Нара». Абсолютно правильно. «Рама». Правильно. «Гаджа». Верно. «Веира». Да, абсолютно правильно. «Васати». Верно. «Бхававаха». Да, «Бхававаха». «Вадосе». Верно. «Нрыпаха». Да. «На». «Ва». «Ча». Вот. Единственное, что в задании должно было быть, наверное, все-таки «Ва» долгое. Опять же, поскольку отдельного слова «Ва» нет, конечно, это могло быть задание на написание отдельного слога, но вот «Ва» долгое. Собственно, да, вот этот «Союз» или «Он». Ну, такое, как отдельное слово, существует, поэтому, скорее всего, в задании должно было быть «Ва» долгое. Вот. Сейчас давайте я проверю по учебнику, моя ли это опечатка или, может быть, вы просто невнимательно посмотрели на задание. Так. Так. Задание «Ва» должно было быть долгим, то есть с лишней палочкой. «Ча». Да. «Рши». «Рши» просто. «Дэвата». «Гуна». Да. «Гуна», опять же, в задании должно быть «Н» с точкой снизу. «Гуна». То есть не обычная «На» должна быть, а церебральный звук «На». «Гуна». Вот. Далее «Джая». Верно. «Гуру». Правильно. «Дэва». Верно. Ну, отлично. То есть тут, я думаю, для вас ничего сложного не было, но, тем не менее, сделать это задание мы были должны. Вот. Основные, конечно, задания на грамматику – это четвертое, пятое, шестое и седьмое. И в четвертом задании нужно было перевести слова с санфрита на русский. Так. И сначала у нас четвертое задание. И первое предложение. «Балосе», «Гаджах», «Грамам», «Гаджхати». «Балосе», «Родительный падеж», то есть у кого? У мальчика или у ребенка? «Гаджаха», «Слон», то есть слон мальчика. «Грамам», «Винительный падеж», то есть, скорее всего, в деревню, «Гаджахати» идет. То есть все вместе можно было перевести, как «Слон мальчика идет в деревню». «Мальчик и слон в деревню идет», да, «Слон у мальчика идет в деревню». Ну, можно так, можно так, опять же, когда у нас нет целикого текста с контекстами, мы можем только условно перевести любое предложение. Далее. «Б» «Рамасе», «Путрах», «Ащевам», «Гаджхати». «Рамасе», опять, «Родительный падеж», то есть у кого? У рамы. «Путраха», «сын», то есть «Рамасе», «Путраха» лучше было перевести как «сын рамы». «Ащевам», опять, «Винительный падеж», мы это переводим как «к коню», «Гаджхати» идет, то есть «сын рамы» идет к коню. Рамы «сын» к коню идет, сыну рамы идет к коню. Да, можно так, можно так. То есть, дословно, да, «Родительный падеж» лучше переводить через предлог «у». Но дальше уже по контексту можно это отбрасывать, если вы уже... Ну, если смысл предложения вам на 100% понятен, то его уже можно переформулировать с дословного на то, что звучит более так по-русски. Ну, это как бы две разные стадии перевода, поэтому вы можете на первую остановиться, а можете уже и по-русски красиво пытаться писать, если полностью вам понятен смысл. Вот, если смысл предложения от вас ускользает, вы это чувствуете, то лучше переводить дословно, и пусть оно не очень красиво звучит по-русски. Вот, но если смысл предложения вам абсолютно понятен, то лучше писать литературно. То есть, конечно, в идеале надо как бы две срывочки писать. Сначала дословный перевод, а потом нормальный русский, но мы пока можем в самом начале изучения довольствоваться только первым дословным вариантом. Вот, далее ц, атра, ащвах, бхавати, ити, нрыпах, вадати. Атра – это здесь, ащвах – конь, бхавати – есть. Здесь есть конь, ити – это как конец кавычек. Вот, и дальше основное предложение. Нрыпах, вадати царь говорит. Так, Вера, вы пишите, ага, поняла, это я специально удобавляла. Ну да, для начала это очень хорошо, потому что потом, когда предложения будут не такие очевидные и легкие, там это у, оно действительно будет помогать улавливать смысл предложения. Вот, но опять же, то есть, ну, смотрите на ваш выбор. То есть, вы можете либо специально писать это у везде, даже где по-русски оно не очень красиво звучит, но чтобы привыкнуть к дословному смыслу родительного падежа. Ну, либо можете более так по-русски писать. Ну, это уже на ваше усмотрение. Вот, итак, С, а здесь конь есть, так говорит царь. Вот, то есть, дословный перевод с прямой речью, да, то есть, там, кавычки, здесь есть конь, кавычки закрыли, запятая тире, говорит царь. Вот, либо, как у нас в этом уроке объяснялось, можно переводить косвенно речью, что царь говорит, что здесь есть конь. То есть, опять же, вот это два варианта перевода, ну, вы можете выбирать любой. То есть, вы можете переводить либо дословно к прямой речью, либо делать из нее косвенно. То есть, либо с кавычками все дословно писать, здесь есть конь, запятая тире, говорит царь, либо царь говорит, что здесь есть конь. То есть, оба варианта допустимы. Так, и у вас написано, здесь конь есть, царь говорит, да. Здесь есть конь, говорит царь. Да, ну, прямая речь дословно, без проблем, потому что по-русски. Далее, Д. Грамаат, путрах, а, гачхате. Грамаат, а, долгая, это отложительный падеж, то есть, откуда из деревни, путраха сын, а, гачхате, это приходит, да, если бы было просто гачхате, было бы идет, если а, гачхате, это приближение, приставка долга, обозначая приближение, то есть а, гачхате, приходит. То есть, из деревни приходит сын. Из деревни сын приходит, сын приходит из деревни. Да, отлично. Далее. Кутра гаджах, кишчанте, и тенрипов, притчате. Кутра, это где? Гаджаха с долгааха – это слоны, множественное число. Тиштханти, опять же, окончание нти – это множественное число. Относительно глагола тиштханти надо помнить, что корень у него стха. Ну, потому что здесь это не очевидно. То есть до этого в предложениях у нас были всякие. Вадати, допустим, да, вадати, там корень вад. Ну, тут как бы особо думать не о чем. Вадати, вадати – это очевидно. У гаджаха глагола корень гам. Это тоже, на самом деле, важно помнить. Ну, там гам и гачка, они хоть как-то похожи. Ну, и моя практика показывает, что обычно с этим проблем не бывает, что обычно запоминается как-то. А вот с глаголом тиштхати, что корень стха, от него в настоящее время глаголь на основу тиштха, вот это не всегда сразу запоминается, поэтому я обращаю на это ваше внимание еще раз. То есть откуда приходят слоны, опять же, на рыбах причати? Царь спрашивает. Так спрашивает царь. То есть вот это ити-словечко, да, но самая главная его роль – это показать конец кавычек, то есть либо конец прямой речи, либо, ну, какое-то название, да, что перед этим ити было слово, название какое-то. Вот, ну, и вот так же ити можно вообще не переводить, или его можно переводить как вот или так, ну, как бы, да, что мы ставим обычно после чьих-то слов, после прямой речи. Ну, вот так он сказал там. Так говорил царь. Вот, опять же, предложение можно было перевести дословно. Откуда слоны и... Ой, извините, не откуда, где стоят слоны? Тиштханти – это стоят, корень стха – стоять, глагольная основа тиштха. В общем-то, тоже стоят. Тиштханти – стоят. Кутра – значит, это где? Где стоят слоны? Неоткуда приходят, нет. Где стоят слоны? Так спрашивает царь. Где слоны стоят? Царь спрашивает, да. Да. Вот, где стоят слоны, спрашивает царь. Да. Далее. Ф – балах, нарыпассе грамом гачхати. Балах – это мальчик, ребенок, нарыпассе грамом. Нарыпассе – это у кого? У царя. Граамом – деревня. Винительный падеж, то есть в деревню гачхати идет. То есть мальчик идет в деревню царя. То есть родительный падеж почти всегда относится к следующему слову, и поэтому эти два слова прямо можно сразу куском выделять с предложения, их вместе переводить. То есть нарыпассе грама – это царская деревня. Ну, дословно это царя – деревня, у царя – деревня, деревня – царя. Но можно уже дальше пойти, более-менее дословно перевести, как царская деревня. Вот, ну, по-русски часто будет вот такой небольшой перенос. То есть царская – это уже прилагательное, да, то есть когда мы точно поняли, что нарыпассе грамом – это в деревню царя, то дальше можно уже менее дословно переводить, как в царскую деревню. То есть вот такие смыслы, они передаются вот так. То есть мальчик или ребенок идет в деревню царя. Так, и у вас перевод «мальчик в деревню царя» идет. Мальчик царя идет в деревню. Вот, но тут не мальчик царя. Потому что нарыпассе, ну, слово «родительный падежа» оно всегда к следующему относится, да, то есть нарыпассе грамом здесь явно как единое целое идет деревня царя. Да, вот, то есть тут надо привыкнуть, да, к тому, что родительный падеж обычно стоит перед тем, к чему относятся. Вот, опять же, ну, можно и поспорить на самом деле, да, если бы у нас был общий контекст, большой текст, и в нем было вот такое предложение, и там действительно бы постоянно говорилось, что это какой-то царский мальчик, тогда бы действительно можно было сказать, но его странно так слово поставили, не перед баллах, а после баллах, но это к нему относится. То есть в теории, да, здесь у нас такие предложения без контекста совершенно, то есть в теории можно это перевести как «мальчик царя идет в деревню», но все-таки при прочих равных родительный падеж привязывается к следующему после него слова. Вот, и поскольку у нас после слова «родительном падеже», после слова «нарыпассе» идет грамом, то лучше «нарыпассе» отнести к грамамам, то есть в деревню царя, в царскую деревню идет мальчик. Вот, на самом деле, что царский мальчик, это в теории тоже допустимо, просто, скорее всего, нет. Но может быть. Так, далее «джи». Вот «атра» – это здесь. «Виирах» – это «долгая ах» – это множественное число, мнительный падеж, то есть герои. «Васанти» – живут, здесь живут герои. «Ити» – опять конец кавычек. «Нарааха» – множественное число, то есть люди. «Ваданти» – говорят. То есть можно было перевести косвенно речь, люди говорят, что здесь живут герои. И мне кажется, Африн от нас хотел косвенно речи здесь, потому что он в самом тексте «рока» упоминал про косвенную речь, но как бы дословный перевод прямой речи, он ничуть не хуже. То есть прям дословно «здесь герои живут». Так, у вас написано «здесь герои живут, люди говорят». «Люди говорят, что здесь живут герои». «Да». «Здесь живут герои, говорят люди». «Да». Именно так. Так, и последнее «h». «Кутра гачхаси» – идти рамах при чате. «Кутра» – это «куда». Ну, где или «куда» здесь, как «куда». «Гачхаси» – это второе лицо, единственное число. То есть ты идешь. Куда идешь? Так, рама при чате спрашивает. Рама спрашивает, куда ты идешь. Ну, или куда он идешь, если мы косвенно речи из прямой делаем. Да, ну, дословно. Куда идешь? Вот рама спрашивает. Куда идешь? Рама спрашивает. Куда идешь? Спрашивает рама. Отлично. Вот. Далее у нас пятое задание. Здесь нужно было перевести слова с русского на... Смотри. Вот. И первое предложение было «я здесь живу», говорит сын. Атра, агам, васами. Ну, опять, да, я при переводе с английского забыл. И здесь тоже убирать место менее. Ну, то есть тут достаточно было написать атра, васами. Да, агам. То есть ямы еще не проходили, его можно было не использовать. То есть атра, агам, васами. Или просто атра, васами. Ити. Да, конец прямой речи. Говорит сын. Путрах в водоте. Да. Так. И второй вариант. Атра, васами. Ити. Путрах в водоте. Да? Отлично. Далее. Б. Кони и слоны приходят из деревни. Громад. Да, можно было слово «громад». Из деревни. Ашвах. Гаджах. Ча. Да, Ашвах. Гаджах. Ча. Агачханти. Агачханти. Да, только а первая должна быть долгая. Вот. То есть приближение, то есть приходить, это а обязательно долго. Вначале краткая она будет совсем другие вещи обозначать. Вот. То есть грамад, ашвах, гаджах, ча, агачанти. Далее. Ты помнишь людей? Царь спрашивает мальчика. Опять же, ты. Тут условно у нас было. Мне его вообще опустить. Твам наран смараси. Наран смараси. Да, может быть, просто Наран смараси. Литвам наран смараси. Вот. И далее царь спрашивает мальчика. Нрыпах балам притчати. Балам нрыпах притчати. Ну, порядок слов тут не принципиальный, да, потому что очевидно, что балам – это винительный падеж, нрыпах – это именительный падеж. То есть по окончании мы точно можем сказать, что это царь мальчика спрашивает, а не наоборот. Но лучше, наверное, было все-таки сказать, что Нарипах балам притчати. Ну, это совсем не принципиально. Далее рама говорит, что он идет в деревню. Да, то есть здесь нам дана косвенная речь, нужно было из нее сделать прямую. Агам грамам. Не граман. Грамам. Да, то есть вини М на конца, не. Грамам гачами. Тирамах в адате. Да. Грамам гачами. И тирамах в адате. Да, отлично. То есть так оно и должно быть. То есть вы молодцы, вы из косвенной речи сделали прямую. То есть это вот, ну, как бы еще один такой микронавык, да, вот что нужно уметь делать. Я иду в деревню для мальчика, говорит Рама. Ну, в том смысле было бы и за мальчиком. Тут, как бы, ну, опять же, без контекста сложно понять совсем-совсем дословный смысл. Граман. Должно быть грамам. Агам, ну, в скобках агам, да. Балая грамам гачами. И те рамах в адате. Так. Балая грамам гачами. И те рамах в адате. Да, отлично. Куда идет герой? Кутравирах гачхати. Кутравирах гачхати. Да, отлично. Далее. Герой идет в деревню. Говорит царь. Вирах. Вирах грамам гачхати. И те на рыпах в адате. Да, отлично. Так. Сын царя живет здесь. Атра на рыпасе путрах в адате. Да. Атра на рыпасе путрах в адате. Да, отлично. Сыновья царя приходят из деревни. Грамат на рыпасе путраха агачханти. Грамат на рыпасе путраха агачханти. Да, только агачханти с долгая должно начинаться. Приставка приближения – это а обязательно долгая. Так. Человек говорит раме о слонах. Нарах гаджан раман в адате. Да. И гаджан раман нарах в адате. Да. То есть очевидно, что нарах – это именительный падеж. Свисарго на конце должно быть. А слоны и рама. Должны быть в винительном падеже, да, чтобы передать, кому говорится и о ком говорится. Да, единственное, здесь вот порядок слов, да, помните. Но опять же, да, это такая непринципиальная тема. То есть здравый смысл здесь – это то, чем в первую очередь надо руководствоваться. Понятно, что вариант, что человек слонам про раму рассказывает – это очень странный вариант перевода. Но если так абстрагироваться, да, и вернуться к прошлому предложению, то можно вспомнить, что кому говорят – это слово, оно при прочих равных ставится ближе к глаголу. То есть идеальный перевод должен был бы быть нарах, гаджан, рамам, вадате. Вот, то есть, ну, подлежащие, то есть именительный падеж лучше было поставить с самого начала. Ну, это опять же такие тонкости, нюансы, ну, совершенно, которые становятся важны, когда больше не на что опереться. То есть когда читаешь оригинальные тексты, и там действительно можно и так прочитать, и так прочитать, то приходится, ну, к мелочам придираться, ну, хотя бы в мелочах, хотя бы какие-то косвенные подтверждения, доказательства то ли иной версии варианта перевода искать. Ну, здесь понятно, что не со слонами человек разговаривает, а с рамой, поэтому здесь это, ну, перевод понятен. Но, тем не менее, если бы тут были не слоны, а какие-нибудь люди еще, тогда уже было бы непонятно, да, и только вот косвенно можно было на порядок слов опереться. Но, опять же, это не истина в последней инстанции, то есть порядок слов, он меняется. Допустим, в рамайне там очень много примеров, когда родительный падеж стоит после того слова, к которому относятся, что, в принципе, для всего самфрита, всех его вариаций достаточно редко бывает. Вот, то есть порядок слов – это не как в английском языке, вещь, на которую можно серьезно опереться. Это некие такие подсказки, которые могут при прочих равных какой-то вариант перевода сделать более обоснованным. Вот, далее, опять шестое задание – это перевод с санфрита на русский, то есть мы туда-сюда постоянно переключаем фокус нашего внимания для того, чтобы лучше и глубже освоить пройденные темы. Вот, и первое предложение – норау грамат агатчатаха. То есть норау ау – это окончание двойственного числа, то есть два человека. Вот, и то же самое агатчатаха. Таха – это тоже окончание двойственного числа, то есть все сходится и у глагола двойственного числа, и у существительного двойственного числа. То есть и подлежащий сказуемый двойственном числе – это то, как в идеале и должно быть. Опять же, да, потому что бывает такое, что у слов среднего рода, допустим, там у них именительный и винительный падеж одинаково звучит. И непонятно, это объект или субъект по отношению к глаголу. Это тот, кто совершает действие, или это то, над чем совершается действие. И вот там уже вот эти вещи становятся более важны, чтобы там число было одинаковое, допустим. То есть два человека ага-чхатаха, то есть не просто идут, а приходят. Грамат, мат, ад, точнее, отложительный падеж, то есть из древни. То есть два человека или оба человека из древни приходят. Два человека из древни приходят, двое человек приходят из древни. Да, отлично. Далее бэм, атра, бхавами, ити баанах нрипам вадате. Атра – это здесь или сюда, бхавами. Это ами – окончание первого лица, одиннадцатого числа, то есть я, бхава. Ну, есть. На самом деле чаще используется не глагол бхава, а глагол ас, то есть быть. Но он сложно спрягается, поэтому, то есть там, если я есть, то есть агам асми. Если ты есть, твам аси. Если он есть, са, асти. Если они есть, тэ, санти. То есть он там не совсем легко спрягается, поэтому сейчас мы используем, ну, как глагол из английский, да, из, to be. Мы используем только бху, корень бху, от него глагольная основа бхава. Но просто имейте в виду, что в реальных текстах этот корень бху, он все-таки реже используется, ну, тоже часто, но реже, чем глагол ас, то есть быть. Ну, как по-русски есть, я есть, но я был. То есть мы видим, да, что в русском точно так же это. Ну, есть и быть. Смысл один тоже вроде бы, да, но при этом, ну, корни абсолютно разные. Быть там б и у, есть там э и с. То есть это два изначально разных корня, но вот они взаимодополняют друг друга в разных временах. В русском языке, смотрите, они могут оба глагола использоваться во всех временах, но, да, если мы проанализируем, чем глагол есть отличается от глагола быть в русском, то быть – это скорее возникать, бывать периодически. Ну, я был и бывал, допустим, да. Поэтому то, что здесь только бгу, как я есть, то есть мы вот однозначно пока переводим быть в глагол. Я есть, он есть, ты есть. Только перескорим бгу, потому что этот глагол легко спрягается. Он уже вписывается в те немногие правила, что мы прошли, и мы можем его полноценно использовать. Глагол ас, он чуть посложнее, поэтому пока мы его не используем. Это единственная причина, почему мы его не используем, потому что он все-таки используется чаще вот таких предложений, вот, то есть отрабавами, здесь я есть, здесь, так, мальчик царю говорит. Здесь есть мальчик царю говорит. Да, но если мы просто переводим как здесь есть, то в русском варианте есть непонятно. Я есть, ты есть, он есть, они есть. То есть по-русски здесь уже надо добавлять я, хотя бы в скобках, да, потому что бхавами, окончание ами, это четкое указание на первое лицо, единственное число, то есть на местомение я. А русское слово есть, оно с местомением я никак не связано. Вот, поэтому в таких случаях, когда у нас глагол не выражает такого количества смыслов, как санфрийский глагол бхавами, надо добавить слово я в скобки. Я здесь есть. Ну, а иначе непонятно, кто здесь есть. Так, здесь есть. Нет, я здесь. Да, можно было вообще я здесь перевести, действительно. Говорит мальчик царю. Да, можно так. Да, далее. К утра вас оси. Ити веирах, путрам притчати. Ну, к утра вас оси, где живешь. Да, си окончание ты, второе лицо, единственное число, то есть ты живешь. Ити это вот или так веирах герой, путрам сына притчати спрашивает. То есть герой спрашивает сына, где он живет. Или дословно, где живешь, так герой спрашивает сына. Так, и в первом варианте, куда идешь? Нет, вас оси, вас, корень, это жить. Если бы кутра гач хати, ой, кутра гач хати, то это где идешь, куда идешь. Вот, но если у нас вас оси, то это где живешь? Герой сына спрашивает. Так, а где живешь, спрашивает герой сына. Да, именно так. Д. Ра-мэ-на-сага отраваса-ами. Ити в утрах в адате. Ра-мэ-на, это ра-мой, творительный падеж. Да, и поскольку у нас в слове самом ра-ма есть звук р, то окончание э-на через н, церебральное. Если бы в слове не было звука р и ш, но ш здесь нет, то окончание было бы э-на с н обычным. Сага это вместе. Ну и вообще э-на это окончание творительного падежа. То есть ра-мэ-на-сага. Это в вместе с рамой. Атра здесь. Ва-сами живу. Я живу, да. Ити опять кавычки. В утрах в адате. Так говорит сын. То есть сын говорит, что он здесь живет вместе с рамой. Или более дословно. С рамой здесь живу. Так говорит сын. Вместе с рамой здесь живу. Сын говорит, да. Здесь живу вместе с рамой. Говорит сын. Да, отлично. Далее. Нарасе путраха татра киштанти. Нарасе это опять же у человека. Путраха сыновья. То есть все вместе по-русски как единый целый. Это сыновья человека. То есть на рассе путраха сыновья человека. Татра там. Тиштанти стоят или находятся. Остаются. Также можно глагол стха переводить. Но самое дословное это стоят. То есть там стоят сыновья человека. Сыновья человека там стоят, да. Там стоят сыновья человека. Да, отлично. Ф. От трави и рассягаджах бхавати. Здесь ви рассягаджах слон героя. Бхавати. Есть. Здесь есть слон героя. Это опять же, да, больше... Изначально англоязычный учебник, поэтому тут везде эти бхавати, бхавати, бхавати. То есть на самом деле санскрит совершенно не требует глагол быть, чтобы был использован. То есть от трави и рассягаджах – это может быть полноценное предложение безо всякого бхавати. Здесь слон героя есть. Здесь есть слон героя. Да. Ну, а есть можно не в кавычки, тут же в бхавати у нас есть предложение. Слово. Поэтому есть здесь без кавычек. Ну, по-русски уже, да, это не обязательно было. Ну, в смысле, да, просто здесь слон героя. Так, далее G. Рамам с Мараси. Так, Вера, у вас вопрос. А татра и атра не обязательно в самом начале предложения, в отличие от кутра? Ну, нет, не обязательно. Если говорить про обязательность, то нет, не обязательно. Вот, потому что... Ну, вот, да, мы в этом учебнике видим, что... Они все-таки тяготеют к началу, но это не обязательно. Вот. Если говорить от кутра, то оно скорее тяготеет к началу не потому, что оно на тра окончается и является наречием места, а скорее потому, что оно упростительное слово. Кто пришел? Где живешь? Ну, по-русски даже, да? Да, вот такие предложения. Кто идет? Куда идешь? Ну, мы все вот эти вопросительные слова на к, мы их ставим первым словом предложения. Просто, ну, вопрос так обычно делается. Идет кто? Можно и так сказать, но оно как-то менее естественно звучит. Вот, то есть это не обязательно, да, но мы видим, что авторы, эти Атра и Татра, которые читают, авторы учебника ставят в начало. Так, рамам с мароси, то есть раму помнишь, так, балаха, дети или мальчики, на раму человека, при чанти спрашивают, то есть мальчики или дети спрашивают человека, помнишь раму? Или да, дети спрашивают человека, помнит ли он раму, если косвенно речь делать. А раме помнишь? Да, можно его добавлять. А раме помнишь? Мальчики, человек спрашивают. Да. Помнишь о раме? Мальчики спрашивают человека. Да, можно так. Далее. Аш. Хутра грамах бавати, и те нарах путрам при чате. Хутра это где? Грамах, деревня, именительный падеж, бавати, есть. Где есть деревня? Так, нарах человек, утром сына спрашивают. То есть человек спрашивает сына, где находится деревня, если сделать косвенную речь. Где деревня есть, человек сына спрашивает. Да. Где деревня? Да, есть, по-русски можно опускать, вообще человек спрашивает сына. Да. Так, то есть вы можете по-русски формулировать предложение, как хотите. Единственное слово, что сначала вы должны точно понять смысл. Потому что зачастую бывает такое, что полпредложения поняли, вторую половину додумали, и придумывают свои варианты перевода, и часто вот такие варианты в цель не попадают. Вот, то есть полноценный такой подход, это когда вы все полностью дословно перевели, со всеми грамматическими формами разобрались, дословно перевели, смысл действительно 100% поняли. И вот после этого вы можете уже совершенно по-русски, как хотите, совершенно не дословно переводить. Так, кутра граммах бхавати, так, как мы перевели. Далее. Ай, граммах татра бхавати, ити путрах норам вадати. Деревня там есть, так сын человеку говорит. Сын говорит человеку, что там есть деревня, да, можно так, косвенно речью. Деревня там, говорит сын человеку, да, и так можно. И последнее, в шестом задании. Гаджая граммам гачами. Ити нарах вадати. Гаджая – это для слона, то есть, или кс, ну, для слона более дословно, хотя... Слону – это вообще дословно, но все-таки дательный падеж у нас не совсем один в один работает, к сожалению, в русском и санфрите, поэтому все-таки санфритский дательный падеж чаще лучше переводить через предлог «для», хотя по-русски «для слона» – это родительный падеж. Но вот чаще все-таки показывает, что так более полезное правило, если переводить дательный падеж через предлог «для», а не дословно «слону граммам в деревню», «гачами иду» и «ти нарах вадати». Так человек говорит, для слона в деревню иду, человек говорит, да, человек говорит, что для слона в деревню идет, да, я иду в деревню для слона, говорит человек, да, можно так, может быть, за слоном, может быть, ради слона, то есть там, ну, контексты, может быть, могут быть очень разные. Может быть, он хочет взять слона в этой деревне и забрать. Может быть, он, не знаю, для больного слона, не знаю, какой-нибудь лекарь или ветеринарный врач, идет ради слона в какую-то деревню. То есть много очень может быть смыслов, то есть и ради слона, и за слоном. Это все через дательный падеж может здесь выражаться. Так, и последнее, что в уроке, седьмое предложение. Это, опять же, перевод с русского на санскрит. Вот, и первое предложение. Куда ты идешь, спрашивает мальчика царь. Кутра твам, ну, опять же, твам, ты, я не стоил убрать здесь. Кутра гачха си, кутра твам гачха си, и тенри пах баалам притчате. Кутра гачха си, и тенри пах баалам притчате. Да, отлично. Далее, б, я иду к коню, говорит мальчик. Агам, ащевам гачами, и тибалах вадате. Да, ну, падхэ должна быть точка. Ащевам гачами, и тибалах вадате. Да, отлично. Се, царь деревень, говорит людям. Граманам. Да, именно так. Отлично. Да, граманам нрыпах. Говорит людям. Нраан вадате. Да, граманам именно н, церебральное, потому что гра содержит звук р. Поэтому, то есть, ну, вообще окончание а-нам через н обычное, но именно потому, что в слове грамма есть звук р, у нас окончание не а-нам, н, а а-нам, н, церебральное. Граманам нрыпах, нраан вадате. Да, граманам нрыпах, нраан вадате. Ну да, то есть, вы слух ма пропустили. Потому что там одни а долгие, вы в них запутались, наверное. То есть, граманам, ну, окончание нам у вас абсолютно верно. Так, далее. Оба мальчика приходят от коня и слона. Ашват гаджат ча бааляу агатчатаха. Да. Бааляу ашват гаджат ча агатчатаха. Да, только агатчатаха с долгие должны начинаться. Так, далее. Е. И. Мальчик живет с рамой. Рамээна сага баалах вас эти. Баалах рамэна вас эти. Да, оба варианта допустимы. Я предполагаю, что автор более хотел бы от нас увидеть первый вариант, как рамэна сага баалах вас эти. Но вариант баалах рамэна вас эти тоже вполне допустим. Потому что, ну, тут сложно предположить, какой-то иной вариант перевода. Рамэна баалах вас эти. То есть сага не обязательно, да. Так. Ф. Здесь есть сыновья рамы, говорит герой. Атра рамаси путраха бааланте и те вирах в адате. Да, только в ирах пишется с долгой и. Вот. А в целом все правильно. Атра рамаси путраха бааланте и те вирах в адате. Атра рамаси путраха бааланте и те вирах в адате. Да, отлично. Так, далее. Джим. Царь говорит, что мальчики стоят там. Татра баалах тишчанте и те на рыбах в адате. Татра баалах тишчанте и те на рыбах в адате. Да, отлично. То есть вы сделали из косвенной речи прямую абсолютно верно. Я иду в деревню, говорит сын героя. Ага, ну опять же я, если бы вместо меня не его брать. Граамам гачхами и те вирах в адате. Да. Граамам гачхами и те вирах в адате. Отлично. Абсолютно верно. Далее. Сюда приходят два коня с двумя оленями. Атра мрыгау сага ащвау ага чатаха. Да, можно так. Нет, если ащвау, то ага чатаха быть не может. Вот. То есть, в принципе, здесь, опять же, если посмотреть на оригинальное предложение по-русски, сюда приходят два коня с двумя оленями. Вот, если по-английски это найти. The two horses are coming here together with the two deer. То есть, мы видим, что в... Так, Вера, так, двое коней и два оленей. Уже четыре. Если бы они оба были в именительном падеже, их можно было бы насчитать четыре. Но поскольку вот именно у вас, Вера, идут только... Ну, вы более дословно перевели. Вы перевели, что два коня. То есть, а с оленями это как бы уже дополнительное расширение предложения. То есть, костяк предложения подлежащие сказуемы. Ащвау ага чатаха. Должно быть, два коня приходят. А дальше уже можно добавлять, что мрига абьям сага. Или там еще чего-нибудь, с кем-то еще. Вот, то есть, у нас что в именительном падеже стоит, то является подлежащим. То мы и считаем. Вот, поэтому если ащвау, если мрига абьям сага, ащвау, то только ага чатаха. И никак иначе. Другой вариант, вот первый вариант здесь, да. Атрам ригау сага ащвау ага чатаха. Но такого быть не может. То есть, если мы сага ставим, сага не может с именительным падежом использоваться. То есть, ну, более дословно, вот, надо, да, лучше было так, как у вас, Вера, перевести, что Атрам рига абьям сага ащвау ага чатаха только. Долгое а и на конце таха. Ага чатаха. Вот. Ну, можно было, конечно, менее дословно перевести, что просто два оленя с двумя, два оленя и... Ну, это уже не дословно, на самом деле, то есть. Но можно было, да, тот же смысл передать, что два коня и два оленя сюда приходят. Тогда надо было не мрегау сага ащвау, а мрегау ащвауча, атра. Вот. И здесь, на самом деле, вот в этой ситуации, если у нас имрегау и ащвау, оба слова в именительном падеже, то глагол можно было поставить либо в двойственное, либо во множественное число. Вот. Потому что у нас где-то было... Давайте я сейчас найду. У нас автор нам, на самом деле, про это говорил. что если у нас глагол, точнее, если у нас подлежащие... Два подлежащих. Вот. Через два глагол согласуется. Например, по поводу ва было. Да, это было по поводу ва. Давайте я напомню. Это было в словаре к уроку 4. То есть если вы откроете четвертый урок, если... Ну, в моем PDF и страница 46 должна быть. То есть давайте... Ну, действительно, мы к этой теме вернемся, потому что... Такой нюансик, на самом деле, не такой уж он и важный, но хорошо он у нас был, почему бы его не вспомнить. То есть в моем русскоязычном PDF, в моем переводе, страница... Нет, не 46. Так. Сейчас. Так, где же это? 48. Просто у меня... Ну, я же... Первый вариант перевода там с большим количеством опечаток. Сразу бесплатно выложил. И потом я его доделал. Поэтому несколько PDF, несколько версий. Ну, то есть это прямо перед упражнениями, то есть это четвертый урок. В моем PDF это либо 46-я страница, либо 48-я. Прямо перед словом упражнения. У нас там было, что... Как и глаголы, существительные тоже могут соединяться союзами «ча» и «ва». Когда два слова соединены через «ва», то есть «или», глагол согласуется с ближайшим к нему. И там был пример «ощвах», единственное число «гаджах», множественное «ва», «гадчханти». То есть «конь» или «слоны» идут. Вот. Но это было «ва», да, то есть «или». То есть их суммировать нельзя было. Потому что, ну, либо «конь» идет, либо «слоны». То есть они в любом случае... Там даже если по одному один конь и один слон был бы... Все равно бы у глагола было единственное число, потому что тут один идет. Вот. В таком случае, когда у нас идут два... Если бы у нас было предложение здесь в задании, что два оленя и два коня, то в этом случае можно было бы множественное число поставить, и это было бы более правильно. Ну, на крайнем случае, двойственное на самом деле тоже можно было, но хуже. Потому что все-таки, когда у нас кто-то и кто-то идет, то есть они все вместе идут, то есть их соединять, суммировать количество можно. Но если у нас кто-то идет, а с ним кто-то вместе, то этот кто-то вместе, он для сказуемого не учитывается. То есть, ну, как по-русски. Олень идет с двумя... Ну, давайте вот коня в единственном числе возьмем. По-русски. Конь идет с двумя оленями. Конь с двумя оленями идет. Хотя мы можем по-русски сказать, конь с двумя оленями идут... Где идут конь и два оленя? Ну, по-русски как-то и так, и так можно. Вот. Смотрите, нет. То есть, что в именительном падеже, то задает число. Если у нас несколько именительных падежей, то есть несколько подлежащих, ну, тогда, да, их можно просуммировать. Но если у нас кто-то вместе с чем-то, с кем-то кто-то делает, то это слово в творительном падеже, оно не приплюсовывается. Да, будем всегда согласовываться с именительным падежом. Да, абсолютно верно. Так, и следующее. Два коня царя есть здесь. Ну, не по-русски совсем написал. То есть здесь есть два коня царя. Да. Оттро нрипасе ащвау бхаватаха. Да. Оттро нрипасе ащвау бхаватаха. Да, отлично. Супер. То есть мы сейчас полностью завершили шестой рог. Мы его проверили. В принципе, ошибок слишком мало. Что говорит о том, что учебник слишком легкий. Потому что когда очень мало ошибок, значит, ну, как-то можно было и посерьезнее. Можно было и посложнее, чтобы не расслабляться. Но тем не менее, если у вас какие-либо вопросы остались по шестому уроку или по предыдущему, напишите их, пожалуйста, сейчас. А если вопросов нет, и вы готовы приступать к седьмому уроку, поставьте, пожалуйста, в чат плюсики, и мы двинемся во вторую треть учебника. Да, потому что если всего у нас 18 уроков, то одна треть, вот сейчас уже, когда мы все проверили, все правильно, почти без ошибок, мы сейчас полностью можем с гордостью сказать, что одну треть учебника мы освоили и прошли. И сейчас уже вот седьмой урок, на самом деле он такой некий, тоже своего рода заключительный, в том смысле, что здесь мы разбираем полностью остаток падежей. Ну, у нас еще осталось два падежа, то есть местные и звательные падежи. То есть в итоге мы получим полную табличку 3 на 8, все 24 формы склонения существительного мужского рода на А. Также здесь мы разбираем лигатуры, то есть письменно здесь тоже как бы так подытоживается, потому что у нас последняя тема осталась, написание согласных, не разделенных гласными, именно она в этом уроке тоже раскрывается. Поэтому вот такие две темы, одна касающаяся алфавита, другая касающаяся грамматики, именно вот в этом седьмом уроке они так завершаются. Вот, ну, словарь еще несколько слов нам там дадут. Вот, то есть, да, я напомню, что это мы на вводном курсе посмотрели табличку, лигатур, сделали задание и, в принципе, поняли, как оно все работает, оставалось только доучить символы. Вот, но в рамках этого учебника мы впервые сейчас знакомимся с понятием лигатуры, то есть написанием нескольких согласных вместе, не разделенных гласными. Да, то есть одно дело написать «тава», отдельно «та», отдельно «ва» пишем и готово. Но если мы хотим написать «тва», то оно пишется так, как вы видите на слайде, да, то есть у первого согласного мы выкидываем вертикальную полку и с помощью этого мы убираем гласный «а» между этими согласными. Это самый частый тип соединения, согласных в единое целое, в лигатуру, и такие лигатуры называются горизонтальными. Когда мы слева направо соединяем несколько символов, у каждого левого выкидываем вертикальную полку. Вот, ну, постепенно мы знакомимся, смотрим, как это все бывает. Здесь вот еще примеры, да, то есть «тма» здесь у нас написано, ну, то же самое «т» полку оторвали. Справа «ш» я, тоже слева направо, да, у «ш» и полку тоже выкинули, получили «ш» я. С «я» то же самое, у «с» полку оторвали. Вот, да, всегда такой лайфхак. Если, ну, когда вы смотрите на лигатуру, допустим, из двух согласных, соединенных, то последний согласный уже пишется, как всегда. Да, последний согласный не меняется, вы его сразу узнаете. Сложности бывают с познанием первого согласного, левого. Вот, соответственно, поскольку у правого согласного вы опознали, узнали, вы точно видите его четко, то мысленно можно выкинуть его, правого согласного, и на его место поставить вертикальную палку. Вот если вы мысленно вместо второго правого узнанного согласного поставите вертикальную палку, то вы получите полноценно отдельное написание первого левого согласного. Это очень часто помогает, потому что, допустим, с Я многие поначалу путают со звуком Р. Да, но мы еще увидим, да и видели, что на вводном курсе, что Р, в лигаторах, согласный Р, в лигаторах пишется очень по-своему, является исключением во всех вариациях. А вот это с Я, это именно с Я, то есть это кусок от С, как обычный С, просто без последней вертикальной палки. Б, да, Н, Ти, с гласным И. Да, в идеале в написании Н, Ти у нас верхний хвостик от И должен подходить к вертикальной палке от согласного Т. Но здесь сейчас на слайде он не доходит. Вот, то есть, ну, идея написания гласных после лигатор, она не обладает, ну, там нет ничего такого самостоятельного, новой темы, просто гласные после лигатор пишутся так же, как они пишутся одиночными согласными. Вот, да, потому что, когда мы соединяем несколько согласных в лигатору, у них все равно в итоге остается одна палка на все согласные. Именно к этой палке, относительно этой палки, пририсовываются гласные звуки. Точно так же, как к отдельно стоящему согласному, всегласные, все эти диагритические значки, палочки, черночки, они тоже приписываются к относительной вертикальной палке. Где по центру, как у согласного К, там, к центру, ну, чаще всего к правой части. Тя, опять же, здесь НТА, ШТА. Вот, ну, вы можете видеть прямо тут слева направо. Хотя обычно написание ШТА, оно от шрифта зависит. Очень часто ШТА пишут сверху вниз. Вот, ну, тоже такой комбинированный вариант. Вот, на самом деле здесь как бы нет ничего сложного, да, то есть если вы знаете одиночные согласные, если вы выучили большой объем, ну, в принципе, у нас уже шесть уроков прошло, за это время можно было вполне выучить. Ну, понятно, что не на сто процентов, там есть какие-нибудь редко используемые согласные, типа, джига, которые постоянно забываются и будут забываться, потому что они не особо нужны. Ну, раз они используются, то и забываются, да. Вот, но тем не менее, самые основные, там несколько десятков, штук сорок... Нет, сорок много, штук тридцать. Я надеюсь, вы уже запомнили. Так, ну, вот... На этом сайте разъехались лигатуры, к сожалению. То есть здесь как раз-то на слайде должно было быть показано, да, что лигатура, вместо лигатуры здесь все через VRAM получилось. Но это вот технически такие, к сожалению, проблемы. Да, то есть опять же, если возьмете в PDF, то в PDF в учебнике все нормально. Вот этот третий пункт выглядит, поэтому относительно него не ориентируйтесь на то, что сейчас на слайде. Это, к сожалению, сайт нас тут так подвел. Ну, и, видимо, шрифты какие-то индийские не везде полноценно поддерживаются, поэтому на самом деле в интернете вы будете постоянно с этим сталкиваться, что какие-то особенно сложные лигатуры, они в простеньких шрифтах, да в анагаре, будут вот так разъезжаться, да. То есть через VRAM все можно писать, но это некрасиво просто, и громоздко. Но вот от безысходности, особенно, допустим, если вы какие-то два согласных хотите соединить, и вообще нет идей, как у них лигатуру написать из них, непонятно, как один другому пририсовать, то можно в крайнем случае писать через VRAM, то есть, ну, это будет читабельно, будет правильно читаться, просто будет не совсем красиво выглядеть. Вот прям как здесь у меня сейчас на слайде. То есть тут 2, да, но сверху вниз пишется. Унга тоже сверху вниз пишется. Дуда сверху вниз пишется. Ддго тоже сверху вниз, к сожалению, вот подвел сайт. Вот, ну, посмотрите, как в учебнике, там это все правильно. Вот, ну, тут, да, пишется, что соединение согласных читают слева направо, сверху вниз. Вот, ими можно легко овладеть, если обращать внимание на составные части по мере продолжения занятий. То есть просто, ну, составные части, да, это и есть согласные без палочки почти всегда, поэтому... Вот, еще это часто называется характерная черта. Так, Вера, вы пишете. Да, в учебнике понятна лига, которая... Ну, да, то есть там, особенно если вы не впервые с ними сталкиваетесь, то нет ничего сложного, нет ничего особенного. Просто вот, ну, такая небольшая неприятность. Так, далее пятый пункт по поводу написания согласного Р. Да, если у нас согласный Р является первым звуком в аллигаторе, он пишется над ней в виде вертикального крючочка. Он пишется над вертикальной палкой, причем над самой правой палкой. Да, но вот верхний вариант РПА или РМЯ, тут как бы, ну, понятно, почему над этими палками находятся. Да, вот когда мы нижнюю строчку читаем на слайде РЯ или РГО, вот тут уже к этому надо привыкнуть, да, что он ставится... Ну, потому что у Я долгого, у него как бы две палки. Одна палка от согласного Я, другая палка, ну, долгая А. Вот, и РГО тоже самое, да, то есть одна палка от согласного ГА. Вторая палка с хвостом сверху – это О. И вот Р, этот крючок, он всегда пишется над самой правой. То есть, и здесь вот к этому надо привыкнуть, это сложности порождают. Я помню, как я мучился, когда учил. Если вы посмотрите на написание РЯ, да, ну, Я тут очевидно, что это Я. Но вот если мы из этого написания РЯ, забыв про аллигаторию, Я вытащим, то что у нас останется? Палка с крючком над ней. Я помню, как я, когда изучал писем, я долго мучился, искал во всех учебниках. Что же это за палка с крючком над ней? Прям вот, и помню, что не нашел. Ну, в смысле, я какие-то матры, по-моему, читал, и вот там тоже, типа, РЯ какое-то было долго. И прям просто я помню, это крючок с палкой, и думаю, ну, как так, РЯ, все, во всех учебниках эти таблички есть, и ни в одном учебнике нет палки с крючком. Как же так? Потому что крючок отдельно, палк отдельно. То есть, как бы, снизу у нас Я долгое, и к этому долгому Я мы сверху приставляем крючок. То есть, важно, чтобы ваш мозг, он вот крючок отдельно, палк отдельно, чтобы он, как я раньше, не соединял палку с крючком в единый символ, потому что такого символа не существует. Вот, если же согласный Р идет не первым звуком в леготое, ну, последним, допустим, вот, то он пишется в виде диагональной палочки. Да, ПРА, если вы сравните, как обычно, ПА пишется, и ПРА, вы увидите диагональную палочку. СРА, да, вы обратите внимание, что СРА, это как бы диагональная палочка, она внутри С находится. МРА, тоже диагональная палка, БРА, диагональная палка, ГРА, диагональная палка, ДРА. Вот, носитель ДРА, да, там, ну, иногда бывают путаницы. Тут диагональная палка, а еще там свой хвостик справа. Ну, просто диагональная палка, опять же, важно, чтобы мозг, ну, натренировался выхватывать диагональную палку. И отождествлять ее с согласным РА, если это второй, там, или последний звук лигатора, не первый. Так, ну, вот, тоже. Так, и знаете, я что сделаю? Я сейчас, буквально пару минут, я просто возьму свою презентацию, сохраню ее в виде картинки и загружу на этот сайт. Потому что изучать лигатуру по таким слайдам, как, что с моей презентацией сделал этот сайт, это неэффективно. Вроде мы, конечно, все проходили, но все равно надо, чтобы это было в рамках учебника тоже, а не только подготовительного курса. Так, надеюсь... Вот. В виде картинки, да, напишите, пожалуйста, видно ли вам сейчас этот слайд в нормальном виде. На самом деле он важен даже... Вот сейчас напишите, пожалуйста, вот слайд он с непонятными кракозябрами или все-таки лигатуры сейчас появились в нормальном виде. Да, как учебник, отлично. Вот. На самом деле слайд важный, даже если вы подготовительный курс оканчивали, потому что здесь разные варианты написания лигатур. Вот. То есть это вот исключение. То есть вот это... Ну как исключение? Вот снизу то, что касается Г, оно еще как-то может быть узнано. Ну, по порядку, если пойдем, да, то есть на этом слайде собраны сложные графические комбинации и исключения. Вот. Но если идти по столбикам, первый столбик – тра. Да, здесь это исключение. То есть с одной стороны, ра – это диагональная палка, она тут видна. Но при этом звук т не дописан, да, то есть т должно полноценно до низа доходить, тут этого нет. Поэтому тра надо выучить отдельно. А далее дыдхья. Да, на самом деле это не исключение. Если вы самостоятельно пытаетесь написать дыдхья, у вас в лучшем случае получится то, что здесь. Что такое дыдхья, как вот это, то, что вы видите сейчас на экране, получилось, почему это дыдхья. То есть это, смотрите, это лигатур дыдхья, да, и лигатур дыдхья, она сама по себе, вот снизу под ней, кстати, да, почему мы начинаем с дыдхья, если сначала дыдхья есть. Третье, сверху дыдхья. Дыдхья – это тоже не является, на самом деле, особым исключением, потому что если вы самостоятельно возьмете да, обычное зубное да, и согласно я, и пытаетесь из них дыдхья сделать, опять же, ничего лучше у нас не получится придумать, чем то, что вот здесь написано. Но когда обратно идете, когда вы видите вот этот вот символ здесь, то узнать в нем дыдхья поначалу достаточно тяжело. Да, многие его путают с согласным га. Вот, но в отличие от согласного га, вот в этой самой верхней левой палочке и дуге, да, потому что согласный га, он начинается именно с верхнего левого угла в виде уже полукруга. А здесь, в самом верху, у нас идет начало согласного д, потом он не дописывается до хвостика, а там, где должен начаться хвостик, там начинается конец согласного я. И так у нас получается аллигатория дыдхья. Вот, а если нам надо написать дыдхья, то вот в том месте, где у нас кончилось д и началось е, в ту точку приписывается еще под углом вот эта такая двойная как тройка, ну, в смысле, два полукруга, похожие на тройку, ну, как пишет согласный дга. Он так и пишется, да, там вот две такие дуги, в общем-то и все. Вот здесь под углом он сюда засунут между д и я, поэтому так получается ддыдхья. Единственная здесь проблема в том, что как ддыдхья отличить от дг-я. На самом деле практически никак. То есть ддыдхья и ддыг-я, они очень похоже пишутся, их там чисто по смыслу скорее надо отличать, чем... по графическому изображению, но это сочетание редко очень используется. Вот, далее ниже тта тоже является исключением, потому что одну тт мы тут видим, а вторая т это просто почему-то горизонтальная черта и все. То есть тта является исключением, его надо запомнить. ГМА. На самом деле ГМА исключением не является. Опять же мы... Гэ тут полноценно написано, а от МА остался последний кусочек, то есть горизонтальная черта с точкой на конце. То есть, опять же, если вы Г и МА попытаетесь самостоятельно соединить, то вряд ли что-то получится придумать более удачное, чем вот то, что здесь в виде ГМА написано. ГНА ниже, да, опять же, тоже не является исключением, просто вот как это Г еще соединять? Вот прямо внутрь него написывают, так же, как в нижнем правом углу ГВА. То же самое. То есть очень часто, когда у нас лигаратура из пары согласных, и первым из них является звук Г, то второй согласный вписывают внутрь согласного ГА. Ну вот такой он. Просто вот чисто технически, как еще его соединить? Вот. И правый столбик сверху вниз, первый согласный ГНЯ. То, что в хинде как ГЯ читается, а на югинде как ТЯ, ТНЯ. Вот. Это ГНЯ. ГНЯ. Тоже похоже, конечно, на Дж, но еще там НЕ узнать практически невозможно. То есть ГНЯ является исключением, его надо выучить. Обычно, когда в хинде, ну, дети в школах в Индии изучают хинде, то когда они проходят весь алфавит, они, как два отдельных символа, изучают еще две лигаратури. Это ДжНЯ и КША. Вот ниже мы до КША дойдем. То есть они прямо в алфавит их включают. То есть там Я, РА, ЛА, ВА, ЩА, ША, СА, ГА, КША, ДжНЯ. То есть хоть это КША и ЧНЯ, это не отдельные звуки, а уже по два звука, но тем не менее обычно вот они в алфавит прям в хинде включаются. Ну, смотрите, нет. Вот. Потом ЩЕВА. Да, видно, что два варианта. Возможно. То есть, ну, по большому счету, согласно ВЩЕ, вот этого мягкого ЩЕ, да, оно может двумя вариантами писаться, в аллигатурах. Либо, как вот здесь право, да, вот правое ЩЕВА, оно, в принципе, логичное. Это вообще не исключение, это вот все по самым базовым правилам. То есть мы берем обычный ЩА, выкидываем его в вертикальную палку, и дальше ВА пишут. То есть правое ЩЕВА, оно очевидно. Но чаще, согласно ЩЕ, в аллигатурах, если он идет первым звуком, он пишется в виде такой петли сверху. Да, потому что если вы посмотрите на вот это написание ЩЕВА, на левый вариант, то вы увидите, что ВА там снизу, в общем, как обычный ВА и написано, а сверху над ним такая петля. Очень часто, согласно ЩЕ, не только перед ВА пишется именно в таком виде. Далее согласно КТА. Ну, справа он как-то тут КТА написан, но обычно так никто не пишет. Обычно КТА считают лигатуру исключением, она пишется, опять же, как вы тут видите, тут и Т какой-то вылезает, такая горизонтальная черта, и справа ДУГА, но, в общем, то ли К, то ли… Ну, тоже сложно его разложить на четкие составные части от К и Т. Вот, поэтому лигатуру КТА считают исключением, ее надо учить отдельно. Вот, дальше идет КША. Да, и вы видите, что она пишется в двух вариантах, пожалуйста, будьте готовы к этим обоим вариантам. Вот, на самом деле это почти одно и то же, но оно так не выглядит. Вот, да, потому что если вы посмотрите на вот эти два варианта написания КША, в них, в обоих, можно увидеть, что внизу есть такой полукруг с петлей. Вот, а вот сверху там просто либо есть еще верхняя петля, либо нет. Ну, таким образом получается вот, то есть, если мы справа налево ведем линию, да, то мы либо горизонтально ее поведем, горизонтально влево, потом горизонтально правую вниз, тогда мы правый вариант получим, либо мы эту линию от вертикальной черты поведем вверх, тогда у нас получится левый вариант. То есть, на самом деле, если вы попробуете написать об этих варианте, вы увидите, что там они практически одинаковые. Но когда все уже в итоге перешло в печатный шрифт, то они начали уже быть отличными, достаточно серьезно. И вот, но обычно КША пишется так, как здесь слева написано, то есть правый вариант его еще в достаточно старых книгах, как вы видите. Вот, потом согласный КРА, да, лигатор КРА точнее. Тут тоже два варианта есть, и опять же правый вариант, он очевидный. То есть правый вариант КРА не является никаким исключением, а вот К и РА диагональной палкой, ну, понятно, что РА – это отдельное исключение, мы об этом отдельно уже сегодня поговорили, что оно пишется в виде диагональной палки, если идет вторым звуком лигатора. Вот, а левая КРА, ну, это, собственно, такой упрощенный вариант, когда К не дописывают, ну, и за счет этого вот эта левая КРА, оно становится исключением. Вот, то есть это такие самые частые лигаторы, которые неочевидны. Да, почему мы про них сейчас говорим? Что-то из них является исключением, что-то нет. Мы говорим о неочевидных лигаторах. То есть 90% лигатор, они очевидны. Если вы знаете одиночное написание согласных, если вот паровой самый банальный, первый самый банальный принцип им. Знаете, что там палка откидывается, отрасывается, либо мы сверху вниз пишем, ну, и отдельные согласные. Если вы знаете, то 90% лигаторов вы без проблем прочитаете после минимальной тренировки, там, получасовой. Вот, но вот эти, они не очевидны, о них надо отдельно думать, а что-то из них отдельно выучить. Так, мы возвращаемся к презентациям. Вот, еще есть один знак, мы о нем раньше не говорили. Такой зигзаг. Вот, то есть, ну, лучше начать прямо с самого нижнего, с Деванагаря, где написано «Ве-до-гам». Ну, «Ве-до» мы можем прочитать, «гам» на конце мы можем прочитать, а между ними такой зигзаг. Вот, опять же, тут немного некрасиво написан, обычно он прям уходит в горизонтальную линию справа. Вот, но тем не менее, такой зигзаг, этот звук называется «Аваграга». Она, ну, исторически, ну, не исторически, а фонетически – это вариация краткого «А». То есть, после звука «Э» и после звука «О» краткое «А» превращается вот в такой зигзаг. Читается все вместе, это как «Ве-до-гам». То есть, видите, здесь как бы «А» полноценного. То есть, изначально это было слово «Ве-дах» и «А-гам». «Ве-дах», «А-гам». Вот, оно сливается там в кратках слово «Ве-дах», обязанное перезвонким звуком поменяться на «О», получается «Ве-до-гам». Вот, и далее после «О» кратка меняется на вот этот зигзаг. То есть, там изначально «А-гам» полноценного краткого «А» уже нет, а есть такой небольшой призыв, то есть «Ве-до-гам». Вот, это небольшой призыв, а оу, небольшое дрожение голоса. Да, оно, собственно, таким зигзагом рисуется в «Де-Ванагре». А в латинце оно пишется такой запятой сверху, апострофом. На самом деле зависит, а шрифт так выглядит. Ну, вот обычно так пишут. Есть еще нестандартное правило, касающееся вот этого зигзага. То есть, ну, если вы возьмете любой учебник, ну, такой западный, как минимум, да и большинство индийских, то там будет написано по поводу этого аграхи, этого зигзага, только вот это правило, что после гласного «Э» или «О» краткое «А» становится вот этим зигзагом. Вот, но современные индийцы, они очень часто этот зигзаг еще используют, когда у нас санхигласных, да, то есть вот когда у нас два «А» сливаются в единый долг «А», то в итоге мы не можем понять, какие там два «А» были, краткий или долгий. Да, потому что два долгих «А» сливаются в единый долгий, и два кратких «А» сливаются в единый долгий. Долгий плюс краткий, краткий плюс долгий – все это дает единый, один звук – долгий «А». Вот, современные индийцы, они очень часто, чтобы, ну, мы уже видим только итоговый вариант, когда долгий «А» написан, слившийся, да, и иногда жизненно важно понять, особенно относительно правого слова, с какого «А» оно начиналось, с долгого или с краткого, потому что долгая «А» – это приставка, обозначающая приближение у глаголов, и к существительным оно тоже добавляется, а краткое «А» у существительных и прилагательных, но не у глаголов – это отрицание. И если у нас вот так два «А» слились в итоге, то мы не можем понять, не можем вытащить, какой там «А» было у второго слова, долго или краткое, и за счет этого мы не можем понять, там справа вот это слово написано, или там было отрицание этого слова через краткую «А». Вот, и современные индийцы, они очень часто пишут «А» в «А» графе, если там были долгие «А». То есть, ну, это редко очень бывает, и в определенных только источниках, но вы можете увидеть, на самом деле, ну, это мы сейчас читаем с одной ученицей Шива Пураану, и там вот прямо вот это на каждом шагу. То есть, это опциональные такие правила. Санхи, они обычно в учебниках не рассказываются, что индийцы, вот они облегчают нам жизнь. То есть, если два долгих «А» столкнулось, они там напишут «Долг-уа» и две аваграхи, два этих зигзага. Если там краткое «А» с долгой столкнулось, то они напишут, опять же, «Долг-уа» и одну аваграху. А если просто «Двократкий хан», то они напишут «Долг-уа». Ну, это так, просто для справки. То есть, вот этот зигзаг, он называется «Аваграха» и обозначается апострофом в латинице. Вот. Ну, еще одна палка «Дандра». Это вот если говорить про знаки препинания, то в современных текстах вы можете найти на санскрите, там уже и точки, и запятые появились. Это все европейское влияние. Мы в изначальном, да, как изначально в Индии тексты писались. Ну, материалов было очень мало, бумаги не было. На камнях тоже особо не распишешься. Листья гниют постоянно, дощечки гниют. Вот. Поэтому текстов они уже многое напридумывали. А материалов, куда их записать, было мало. Поэтому они писали очень-очень компактно. Они лишний раз себе не позволяли сделать перенос строки. Вот. За счет этого все как бы очень-очень-очень... Ну, без пробелов особо, да, когда-то... Без переноса строки текст прямо превращается в единое месиво из букв. Вот. И чтобы отличать, где конец стиха, в конце стиха они ставили, ну, самый такой знак, да, двойную палку. Самый узкий знак. Вот. А в средине стиха они ставили одну палку. То есть, ну, я думаю, вы это уже видели, да, на примере наших чтений Махабхараты. Ну, Бхагаудгиты, точнее. Там как раз в конце первой строчки стоит одна палка, а в конце второй строчки, то есть в конце стиха, двойная палка. Дандра. Ну, это не то, что... Дандра переводится как палка. Да, если мы вернемся назад, где у нас был согласный Ра, то тоже было написано Дандра. То есть Дандра – это палочка, палка. Поэтому это не то, что Дандра – это особый термин для вот этих знаков припинания. Палки они называются, палки-палки. Дандра. Вот. Еще, на самом деле, тоже важный слайд. Это опциональные варианты написания многих звуков. Прямо вот это важно. Даже в учебнике, в словаре Кочергиной. Единственный с английско-русский словарь. Академический, адекватный. Это словарь Кочергиной. Вот. И там даже вот редкие вот эти символы используются. То есть обносительно А, кратка и долгая, ну и, соответственно, О, АУ. Они тоже вот могут писаться либо как слева, это современный, либо как справа. Р. Краткий и Р. Долгий тоже там чуть-чуть по-разному могут писаться. Вот. Далее Джа. Ну, вот это очень редко используется, да. Вы видите, что помимо Джа, который мы знаем уже, есть еще и справа вариант такой Ба, только еще с петлей снизу справа. Но это очень редко используется прям. Вот. И согласно На тоже даже в Кочергиной, в словаре, он в виде вот правого варианта используется. Вот. То есть вот этот слайд, он важный, то есть для новичков. Мы об этом на вводном курсе не говорили, потому что надо было хоть самое основное выучить. Но сейчас, спустя месяц, когда мы отлично освоили основную часть, мы уже изучаем нюансы и разбираемся в них. Вот. Это было, что касается письменности. И дальше нам остаются два последних падежа. Местный падеж, локатив, саптамиви, бхактихи, седьмой падеж. И звательный падеж, который, собственно, падежом индийцами не считается, он называется самбодгана. Пробуждение, поднятие. Ну, типа, когда человек спит, а мы, Вась, просыпайся. Вот это Вась, это звательный падеж, обращение. Самбодгана. Но в западной грамматике он идет, как обычно, в самом низу, восьмым падежом или вместе с именительным-винительным, там, каким-нибудь. Первым, вторым. Ну, не первым, точнее, вторым, третьим. Вот. Местный падеж, по-русски наш предложенный падеж, это мутировавший местный падеж. То есть, когда мы говорим в лесу, в лесу это местный падеж. Ну, обычно мы у, то есть там, где по-русски у осталось, да, у слов мужского среднего рода, это мукатив наш старый. А где окно, допустим, в окне, когда е, это уже предложенный падеж, это вот поменявшийся. Ну, не принципиально, на самом деле. Вот. То есть, местный падеж – это то, где происходит действие, либо где оно заканчивается. То есть, вот, ну, самый простой, банальный, совпадающий с русским, да, то есть, в деревне кто-то живет. Граме, в асате, в деревне живет. Гадже, тиштхате, на слоне находится. То есть, грама, граме, как по-русски е, да, в окне там. Гадже, на слоне, тиштхате, находится или стоит. Вот, звательный падеж, когда мы кого-то называем, да, не знаю, Вася, человека зовут Вася. Мы говорим, эй, Вася. Да, то есть, Вася, ну, обычный именительный падеж на я, Вася идет. Вася, на я кончается по-русски, да, современный язык даже. Если, бери, эй, Вася, иди сюда, мы не говорим уже Вася. Иди сюда, мы говорим, Вася. То есть, это звательный падеж, но, правда, это уже по-русски он современный, переразложился. Вот, но, как бы, в школе обычно не изучают и говорят, что там нет у нас никакого звательного падежа, но вот, видите, по факту есть. То есть, ну, это на самом деле формальные такие споры. Вот, по факту, ну, например, в Вася видно, что места имен точно есть. Вот, но опять же, когда мы называем того, к кому обращаемся. Рама, отрага, часи. Да, то есть, вот эта форма рама без окончаний вообще, то есть, совпадающая со словарной формой, это для слов мужского родна, это и есть форма звательного падежа. То есть, рама, сюда иди. Вот, то есть, его индийские грамматики древние воспринимали как разновидность именительного падежа, а не как отдельный восьмой звательный падеж. Поэтому его не называют никогда восьмым падежом, там, или еще какой-то цифрой. Вот, очень часто сложно, да, как-то на письме передать звательный падеж, чтобы, особенно по-русски, по-английски, отличить его от именительного. Вот, поэтому обычно, особенно в англоязычных изданиях, там ставят какой-нибудь восклицательный знак. Рама, восклицательный знак, там, иди сюда. Вот, либо, ну, понятно, по правилам фруктуации запятую по-русски надо ставить, выделять обращения с запятыми. Вот, на станции, видите, обычно добавляют какой-нибудь гэ или бго, то есть такие междометия есть, которые рэ, которые идут прямо вместе с звательным падежом. То есть, ну, здесь вот нет никакого междометия. Так, сюда приходишь, сюда иди, но вообще нет. Просто мы не проходили еще. Агачха. То есть сюда иди, было бы агачха просто, без си. Это было бы повелительное наклонение, императив. Но поскольку мы еще не проходили ничего, кроме настоящего времени, то, ну, вариантов для примера было не так много. Нет, то есть отраагачха си его нельзя перевести, как сюда иди. Нет, для, ну, иди, да, это повелительное наклонение, императив, это отдельное время. Наклонение, смотрите, да, его отдельно изучают, там ничего сложного нет, там свои окончания. Вот, но именно вот это агачха си, его нельзя перевести, как иди. Ну, можно вопрос поставить. Атраагачха си, ты сюда идешь? Да, как бы, ну, да, такой пример повторял звучит по-русски. Ну, в принципе, мне кажется, понятенна суть. Ну, вот, но опять же окончание. Да, местный падеж, то есть нара, основа, нарая в человеке, нараех, так же как в родительном, в двух людях, нараешу в людях. Ну, и звательный, нара, человек, нарау, эй, два человека, нарааха, эй, люди. Ну, то есть вы можете видеть, что двойственное число и множественное число, оно совпадает с именительным падежом. Что чаще всего бывает во всех типах склонения. Ну, в единственном числе иногда от именительного падежа отличается. Вот, ну, теперь, как бы, мы вот всю грамматическую, все грамматические категории, касающие склонения, обобщаем. Да, то есть, как вообще охарактеризовать то или иное слово в предложении склоняемое. Для каждого склоняемого слова, то есть существительного, прилагательного, причастия, местоимения отчасти, ну, местоимения, вот, нужно определить три вещи. Род, число и падеж. То есть, если про глагол надо определить время, лицо, число и наклонение, залог, то есть для глаголов, ну, для любого полноценного предложения, для глаголов в таком полноценном предложении, чтобы полностью его понять, нужно определить время, лицо, число и залог. Как минимум, там еще класс глагола можно, но это уже слишком глубоко. Вот, а для склоняемых слов, то есть существительных, прилагательных в основном, нужно определить род, число и падеж. То есть, без понимания четкого рода, числа и падежа мы дословно слово не можем перевести, пока мы вот эти три категории относительно какого-то слова не поняли. Вот, род, соответственно, бывает мужской, женский, средний. Мужской, пум, линга. Ну, в данном контексте линга переводится как род, ну, некое обозначение. То есть, пум линга – мужской род, стрей линга – женский род, напунсака линга – средний род. Либо средний род еще иногда называют клиба линга. Ну, напунсака, можете увидеть, что мужской – это пум, а средний – напунсака. В общем, не мужчина. То есть, это либо клиба линга, либо напунсака линга. Это переводится как евнух, импотент. То есть, обычно вот средний род так обозначают. Не мужчина. Вот, самое главное, конечно, падежи. То есть, прадхама, двития, трития, чатуртхи, панчами, шаштхи, саптами, самбоудгана. То есть, именительный падеж первый. Ну, мы про них про все отдельно говорили. Я думаю, что еще раз повторять. Ну, нет, надо повторить. Именительный падеж – это субъект, тот, кто производит действие. Я мою машину. Слово, не знаю, там, сосед моет машину. Слово сосед будет в именительном падеже стоять, потому что это он моет. Вот, вот, винительный падеж – это объект глагола. Моет машину. Машину. Машина стоит в винительном падеже, потому что она является объектом этого действия. Тряпкой. Творительный падеж. Или с другом моет машину, да. То есть, творительный падеж, в него ставятся те слова, с чем? Вместе, с помощью чего происходит действие. Дательный падеж. Это для кого происходит действие или к кому? Не знаю, я, не знаю, сосед моет машину. Не знаю, для отца. Вот, отец будет в дательном падеже стоять. Отцу моет машину, да, вот. Не факт, что машина отца, да, это вот. Но отцу моет. Отложительный падеж – это из-за чего происходит действие? Не знаю. От большой любви, допустим. От уважения. Из уважения, опять же, там, допустим, к отцу, он ему моет машину. Да, вот из-за чего происходит действие? Откуда? Я иду из дома. Это все отложительный падеж. Далее, родительный падеж, он не связан с действием. Он называется приименным. Это у кого? Или там его дом. Вот его – это родительный падеж, а вместо меня он. Или ножка стола. Стола – это родительный падеж, то есть у стола ножка. Ножка стола – это все родительный падеж. Далее, местный падеж – это то, где происходит действие. Я живу в лесу. Вот в лесу, в Анея местный падеж будет, потому что это где происходит действие. Но единственное, что нужно еще про местный падеж сказать, иногда, где не совпадает использование местного падежа в русском и санскрите, это иногда действие, если заканчивается где-то, не знаю, дерево падает в реку. По-русски дерево падает в реку. Это винительный падеж – реку, в реку. А на санскрите это будет местный падеж. То есть вот тут небольшое такое отличие есть. И звательный падеж – это когда мы кого-то зовем. Обращение. Эй, Вася. Вася, иди сюда. То есть это звательный падеж. Вот. И число в данном грамматическом контексте, число переводится как вачана. Соответственно, единственное, множественное, но также и двойственное. То есть эко-вачана – единственное число, дви-вачана – двойственное число. И багу-вачана – множественное число. Соответственно, мы должны род, число, падеж определять для каждой формы слова предложения. Но не теоретическая форма, а в реальном предложении. Допустим, слово есть нарах. Это мужской род, именительный падеж – единственное число. Соответственно, оно может сокращаться. Я просто прям не знаю. Ну, то есть я-то все по-русски писал. Да, возможно, было бы лучше писать это все принятыми у лингвистов латинскими обозначениями. Ну, вроде учебник для начинающих. Ну, может быть, стоило это еще добавить. Но, опять же, вы можете взять тот же учебник «Черегино» и там увидите полноценное лингвистическое обозначение, которое англоязычные люди используют. А, допустим, наран с окончанием ан, по этому окончанию ан мы понимаем, что это винительный падеж, единственное число, извините, множественное число. Вот, род мы берем из словаря. На самом деле, окончание ан, оно может быть только в мужском роде. Вот, но вообще, то есть, если мы видим наран, мы не знаем, что это такое, то в идеале надо залезть в словарь, найти там слово «нара», «человек», увидеть, что оно мужского рода, взять табличку склонения мужского рода и увидеть, что оно «нара» кончается на градке «а». То есть, по словарю мы находим, собственно, само слово и его тип склонения, что это мужской род, там будет написан род обязательно в словаре. Ну, и по факту мы увидим, что в словаре оно выглядит как «нара», то есть, кончается на градке «а». Ага, мы понимаем из словаря, это тип склонения мужской род на градке «а». берем табличку, ну, пока в этом учебнике у нас другой таблички не было по склонению, только мужского рода, краткий А, и ищем в этой табличке из этих 24 форм, из этой таблички 3 на 8, находим, где там АН есть. И мы видим, что на РАН это винительный падеж, множественное число. Вот, далее, ну, собственно, целиком табличка, то есть, ну, учитывая то, что уже, несколько недель у нас были задания учить по паре падежей, и сейчас у нас последнее задание, то есть, выучить всю табличку, то есть, вы должны помнить. Причем надо учить не отдельное окончание, а на примере, можно вот этого слова. Вот это надо знать наизусть. Ну, потому что это самый частый тип склонения, не зря с него начался учебник. Эти слова такого типа постоянно везде используются, поэтому без них никуда. Да, здесь еще есть сноска, что ГАДЖЕНА, ГАДЖАНАМ. Да, то есть, относительно окончания, тут надо обращать внимание на форму единственное число, говорительный падеж, ГАДЖЕНА, там Н, церебральное, и родительный падеж множественного числа, НАРАНАМ. То есть, вот в этих двух местах там есть звук Н. Изначально, сферическое окончание в вакууме, там Н, зубное. Но здесь, поскольку мы склоняем слово НАРА, человек, то из-за наличия в этом слове звука Р, вот в этих двух клеточках у нас вместо НАРЭНА является НАРЭНА, Н, церебральное. И родительный падеж. Вместо НАРАНАМ, Н, русского зубного, должно быть НАРАНАМ, из-за вот этого Р. Но в сноске написано, да, ГАДЖЕНА, ГАДЖАНАМ. Поскольку в слове ГАДЖЕ, слон, нет звуков Р, РИ, Ш, то Н, там таким Н остается, то есть ГАДЖЕНА, ГАДЖАНАМ. То есть, по умолчанию окончание содержит Н обычную, без точки, русскую. Но если в слове есть звуки Р, РИ, Ш, то вот в этих двух клеточках в окончаниях Н зубное должно меняться на церебральное. Ну, вообще, правило, оно чуть сложнее звучит, но пока вот в таком формате его можно выучить. Вот, ну, собственно, вся теория на этом закончилась. Тут мы еще несколько слов добавляем. А, ЧА, РЕХА, учитель с долгими А, да. А, ЧА, РЕХА, это именительный падеж. То есть, в словаре слово выглядит как А, ЧА, РЯ, на звук А кончается. ЧАНДРАХА, ЛУНА. Опять же, в словаре оно будет выглядеть ЧАНДРА, кончаться на коротке А. Глаголы. ЧИНТ, ДУМАТЬ. У него глагольная основа, обратите внимание, ЧИНТАЯ, ТИ. То есть, корень ЧИНТ, но глагольная основа ЧИНТАЯ. Ну, ИТИ, там дальше окончание. То есть, ЧИНТАЯТИ, ЧИНТАЯТАХА, ЧИНТАЯНТИ, ЧИНТАЯСИ, ЧИНТАЯТХАХА, ЧИНТАЯТХА, ЧИНТАЯМИ, ЧИНТАЯВАХ, ЧИНТАЯМАХ. Основа ЧИНТАЯ, корень ЧИНТАЯ. Вот, также еще одна коварная вещь, корень ДРЩ и ПАЩ. То есть, по факту корень ДРЩ видеть, но глагольная основа от него ПАЩЯ. То есть, это опять вот такие... На самом деле, такие вещи, смотрите, очень редко бывают, но вот в нескольких очень важных глаголах, самых первых и базовых, они есть. То есть, вот эти вещи пусть вас не пугают. Это не то, что действительно, смотрите, сложно. Это просто вот, ну, по исключению таких есть, они вот с самого начала попадают. То есть, ПАЩ отдельно как корень не используется. То есть, вот то, что здесь написано ПАЩ, это корень, это формальность чисто. То есть, ну, то есть, других слов от него не делается, кроме глагола ПАЩЯ-ТИ. То есть, ПАЩЯ-ТИ, ПАЩЯ-ТАХА, ПАЩЯ-НТИ, ПАЩЯ-СИ, ПАЩЯ-ТАХА, ПАЩЯ-ТАХА, ПАЩЯ-МИ, ПАЩЯ-МАХ, ПАЩЯ-МАХ. Так спрягается этот глагол «видеть». Вот, формально его корнем считается либо ПАЩ, либо ДРЩ. Чаще ДРЩ. ДРЩ. Ну, ДРЩ – это слабая ступень. ГУНА – ступень ДРЩ. Там ДРЩИНА, ДРАШТР. Зритель, да, ДРЩИНА, ДРЩИНА. То есть, это все от этого корня очень часто используется, очень важный. И только в настоящее время вместо ДРЩ используется ПАЩЯ. Далее слово «ВИНА» без кого-то, оно используется точно так же, как САГА. На самом деле, это некое притягивание за уши, потому что исторически оно все по-разному использовалось. Ну, в смысле «ВИНА» после ЛОК «ВИНА» оно не только с творительным падежом используется. Но здесь пока для упрощения, типа «Вместе с кем-то» – это, не знаю, РАМА, допустим, РАМЭНО, САГА – это вместе с РАМАЙ. А если РАМЭНО – ВИНА, то это без РАМЫ. То есть, пока вот наш такой первый этап знакомства с этим, он в таких вот очень узких рамках, чтобы было все однотипно, похоже и легко. Вот, дальше «ЩИШЬЯХА» – ученик. Опять же, словарная форма, от него «ЩИШЬЯ» – наградково окончается. И «СУРЯХА» – «СОНЦЕ», опять же, словарная форма «СУРЬЯ» – кончается на кратко «А». Да, то есть здесь нас сразу добавили слова, обратите внимание, да, с лигатурами, потому что мы здесь первый урок, когда их изучили, тут «РЯ», «РЯ» два раза, «ШЬЯ», «ПАЩЯ», «ШЬЯ» – «ЛИГАТУРА». То есть, видите, не просто эти слова здесь только появились, потому что они «ЧАНДРАХА», «НДР» – три согласных. То есть все очень, на самом деле, красиво и хорошо продумано, какие слова где даются в соответствии с какими темами. Вот, ну и, собственно, задания. Теперь нам почти все задания приходится делать, а не только четыре. Вот, ну, они, конечно, легкие. Первые три. Вот, то есть нужно выучить лигатуры, которые были в этом уроке. Вот, и также вот это тоже мне надо будет прислать. Напишите латиницей. То есть транслитерируйте. То есть тут написано «Даванагари», то есть «ПРАНА», «Гандарова» и так далее. Вы должны написать это латиницей с учетом всех точек-палочек, то есть, чтобы точно передать звуки. И это тоже должно быть мне прислано к следующему занятию. Вот, выучите форму местного вызывательного падежей. А учитывая то, что это два последних падежа из неизученных, значит, вы должны помнить уже всю табличку целиком для склонения слов типа мужского рода на кратку «А». Вот, далее дайте грамматическую характеристику словам и переведите их. Да, то есть прямо вы берете слово, допустим, «Нарааха». Ну, понятно, что они все будут мужского рода, потому что другой род мы пока не проходили. «Нарааха». Вы видите, «Нарааха», «Долгоаха». То есть вы должны написать сначала, что это мужской род для всех. Потом «Нарааха», что это множественное число, именительный или звательный падеж. Да, потому что «Ааха» – «Долго» – это именительный и звательный падеж. То есть вы берете, пишете «Нарааха», мужской род, множественное число, именительный или звательный падеж, и дальше по-русски дословно переводите. То есть если именительный падеж, то «Нарааха» – это люди. Если звательный падеж, то пишите «Эй, люди». Ну, поскольку звательный падеж сложно на письме как-то передать, без интонации, пишите «Эй». Если вы сознательно используете звательный падеж, пишите по-русски «Эй», чтобы я точно мог отличить звательный падеж от именительного. Ну, или там последнее слово «Ачаряя». То есть это слово «Ачаряя», естественно, мужской род. Потом смотрите, окончание «Ая», ага, это дательный падеж, единственное число, без вариантов других. Значит, это «Учителю». То есть вы пишете «Ачаряя», мужской род, дательный падеж, единственное число, «Учителю». То есть как бы три столбика таких. В первом столбике оригинальное слово, в втором столбике род, число падеж, в третьем столбике дословный перевод. Ну, иногда два варианта или «Гастау». «Гастау», там вообще три варианта перевода. «Баляна», «Нарпат», «Рамайя», «Мргена», «Гачаев», «Виран», «Грамеш». Ну, в остальных словах только по одному варианту. Вот, ну и дальше с четвертого по седьмое, или, по-моему, даже восьмое, это, как обычно, сначала перевод с санскрита на русский. Пятое задание – перевод с русского на санскрит. Шестое – опять с санскрита на русский. Седьмое – с русского на санскрит. Вот, и восьмое – запишите латинице. Здесь у меня в учебнике, я неправильно перевел, просто ошибся, у меня написано «переведить», не надо переводить. В восьмом задании надо написать латиницей. То есть это такое же, как первое, по-моему, задание. То есть просто пишите первое слово «рши». Да, просто «р» с точкой снизу, или кружком «ш», то есть «с» с точки снизу, и все. То есть, ну, переводить ничего не нужно. Вот, и еще раз итоговый лист, то есть что должно быть выучено после освоения седьмого урока. Это вот эта табличка с глаголом, надеюсь, вы целиком уже помните давно. У нас давно уже глаголы никак не добавлялись, ничего нового к ним. Вот, а потом, ну, глаголы, в смысле, разные глаголы, да, здесь у нас добавился «чинт», думать, «паш», видеть. Вот, потом существительное, да, у нас добавилось слово «ачар» и «учитель», у нас добавилось «чантрах луна», у нас добавилось «щишях ученик», «сурях солнце», «гастах рука» добавилось, то есть еще несколько слов выучить. Вот, и целиком вы должны уже помнить табличку. Три на восемь. Вот, и неизменяемые слова, здесь добавилось слово «вина», то есть без, оно тоже после того ставится, к чему относится. Так, и, то есть все с этим уроком, на этом все. Если какие-то вопросы есть, то задайте, а мы переходим к цитатам. Вот, ну, тут странная такая цитата, одно слово «нивартадгвам», «возвращайся». Ну, я так понял, он автор учебника дал это слово здесь, чтобы мы просто на лигатуре посмотрели. Вот, то есть «нивартадгвам» здесь окончание, мы просто еще не проходили. Вот это как раз повелительное наклонение тоже. То есть «ты возвращайся», «нивартадгвам». «нивартадгвам». Вот, далее из «регведы». То есть, переведена цитата. «Ятийнам, брахма, бхавати, саарадхих». Вот, «Ятийнам», да, это слово «Яти», аскет. Это тип склонения мужской рот на краткую «и». Да, но вот это «ятийнам», похожая форма, родительный падеж, множественное число. То есть «нара», «нараанам», «ятий», «ятийнам». То есть у кого? У аскетов, или можно для аскетов, тоже «для» здесь можно добавлять, родительный падеже. «Брахма», причем с долга на конце, то есть это мужской рот. Но поскольку «трегведы» самхи, то вряд ли здесь имеется в виду бог-творец, брахма, потому что «трегведы» брахма-вишнушива, она в «регведе» не используется, она позже появилась. Бхавати бывает или становится саратхи, но это возничество, не саратник, а обычно на этих хорийских колесницах, там было два человека, если стандартную конструкцию брать, колесницы боевой, то там было два человека, и, соответственно, один из них держал вожжи в руках, то есть управлял лошадьми, рулил, вез, а второй, соответственно, стоял с луком и оружием и уже сражался. Обычно там, то есть, сражался, ну, если мы царя берем, то он как бы сражался, а возничеством у него был его иногда домашний жрец по роге, там, в брахманах, в историях есть на эту тему, читали там в свое время. И в этом отношении можно вспомнить ту же Бхагавад-гиту, да, где Арджуна и Гришна его возят. Вот, то есть, вот это тот, кто везет, то есть водитель колесницы, да, вот это Саарадхих. Вот, Яти нам, вряд ли аскеты ездят на колесницах, то есть тут метафора Брахма, Бхавати Саарадхих. Вот, опять же, да, если мы берем метафору, что колесница – это тело, а, соответственно, там, да, вот это то, что... Органы чувств – это чувства, это кони, которыми надо управлять. Ну, там, да, там, в зависимости от эпохи, там разные были метафоры, там, что ум – это вожжи, Брахман – это возничий, вот, а поскольку это регведа, то есть более старая, то тут прям напрямую, что возничий – это Брахма, то есть абсолютно... Но я, на самом деле, не совсем понимаю, что здесь имеется в виду, потому что Брахма – с долга, то есть мужского рода слова. Так, ну, по-моему, я проверял. На предмет того, не ошибка ли это. Ну, во всяком случае, в англоязычном издании так же. Вот, ну, это, опять же, можно взять регведу в переводе Елизаренковой, русский академический перевод, посмотреть вообще, в каком контексте это все используется. Да, Бхавати вы уже можете перевести, Брахма пока нет, то есть Брахма, ну, мы уже обсуждали, да, что это слово в словаре наан кончается, поэтому мы пока не знаем, как его использовать. Сааратхих, да, опять же, в словаре оно Сааратхи, на городку И, кончается. Мы его тоже не изучали, но судя по тому, что просто Висарга на конце, Х, это мужского рода именить на падеж единственное число. То есть кто-то бывает кто-то. И тут, опять же, да, Ятина, Брахма, Бхавати, Сааратхих. Вот, ну, поскольку в регведе порядок слов более русский такой, тут можно дословно переводить, что у аскетов Брахма, а Брахма аскетов, как бывает, возничий, либо для аскетов Брахма является их рулевым. Вот, и еще одна цитата. Какая-то поздняя, эту позднюю уж у Панишада. Нарисингот тара тапания у Панишад отмай ве даун сорвам. Отмай ве даун сорвам. Тут три слова слилось с первым. То есть первое было атма, надолгое окончалось, потом эва, потом и даун. То есть тут было три слова. На стыке первых двух слов было долгое а плюс э. И по санхам гласных в следующий раз мы будем изучать а плюс э сливается в гласный ай. Вот, а на стыке вторых слов двух было а плюс и. А плюс и слилось вот в это э. То есть до слияния было атма, долгая пробел, эва, краткая пробел, и даун. Атма. Ну, это сам я, наоборот, абсолют, ну, там много значений. Бытовое значение просто я или сам свой эва. Это именно, то есть тут было атма эва. Именно я, именно атман. И даун – это это. Сарвам – это все. Атма эва и даун сорвам. Это все только я. То есть на самом деле я написал все это только я. Это один вариант. Можно наоборот перевести, что это все просто я. То есть, да, мы можем, что, вот опять же, мы обсуждали это подлежащее, сказуемое, что из этого подлежащее, что из этого сказуемое, по-разному. То есть и даун сорвам – это все атма эва, только я. Именно я – это все. Вот. И цитаты на санфрите благого гита. Да, опять же, вот обратите внимание вот эти палочки. То есть это все один стих. Он читается как единое целое, хотя с тремя паузами. Ну, с четырьмя, если последнюю считать. Это один стих. Он называется шлока, потому что тут по четыре раза по восемь слогов. Вот. И, соответственно, в середине его ставится. Вот вертикальная – одна палка, то, что мы сегодня изучали, да, а в самом конце – двойная палка. То есть, ну, изначально там цифры обычно, по-моему, не писали. То есть просто все был маленький, кусочки бумаги, да, там, или дощечки. На них нужно было огромный объем текста поместить. Соответственно, писали очень мелко, писали все слитно, без приноса строки, и просто, чтобы отделять стихи между собой, ставили вот эти палки. Вот, ну, по порядку, да, то есть тут вообще во второй строчке есть слово «буддгис». Да, вот у середины второй строчке «буддгис стада». Это два отдельных слова, они слились. Первое – это было «буддгих» или «буддгис», то есть «разум» – именительный падеж, «тада» – это «тогда». И поскольку слово «буддгих» – разум, оно женского рода, то тут в первой строчке «выпить ты все женского рода». Вот, и первое слово «щерути» – «випротипанна». Долгая на конце говорится, что это женский род, но мы этого еще не изучали. «щерути» – ну, это откровение, да, то есть, ну, «щерути» – это дословно слышание, но это определенный термин определенных священных текстов, скорее всего, тут и имеется в виду. «Випротипанна». Ну, как сметенный можно переводить, тут как бы, ну, грамматически долго разбираться, потому что «виприставка», «пратиприставка», корень «под», суффикс «на», делающий пассивное причастие, от него «подна» становится «панна», «випротипанна», то есть это женский род, именительный падеж, единственное число. Да, если говорить вот о том анализе грамматическом, к которому мы постепенно приходим, даже если вы пока не понимаете, как все получается, потому что мы эти типа слонений еще не изучали, тем не менее, ну, в качестве примера такого, наверное, не стоит называть. Вот, то есть «пратипанна», «випротипанна», «сметенная» дословно, и «шрути випротипанна», то есть чем, откровением или вот этими, ну, литературой класса, «шрути сметенная», почему «сметенная»? Потому что «будги» – слово женского рода, но мы разум говорим тогда мужского рода, получается. «Т» – это у тебя, это, скорее всего, родительный падеж, единственное число, вместо меня «ты». «Яда» – это «когда», «стха-съяти», «стха-съяти» – корень «стха». То есть в настоящее время это вот это наше «ти», «штха-ти», а в будущем основа «стха-съя». Окончание «ти» вы уже знаете в будущем времени такие же окончания, как в настоящем. То есть «стха» – это корень, «съя» – это суффикс будущего времени, «ти» – это третье лицо, единственное число, то есть когда «встанет», ну, здесь переводится как «утвердиться», и «нищ-чала», «чала» – это колебаться, колеблющийся, «нищ-чала» – не колеблющийся, бесколебательная, дословно. Тоже женский род, именительный падеж, единственное число. То есть сметенные шрутями у тебя, когда встанет неколебимым, ну, буддх имеет в виду разум твой, «сама-дха-ва-чала» – это два слова, слились по санхам гласных. Тут на стыке был гласный «ау» плюс краткий «а». «Ау» плюс «а» дало вот это «ава». То есть был гласный «ау», он переразложился на «ав». Согласный там появился. Само по себе слово «сама-дхау» в гласном «ау» на конце – это местный падеж, локатив, то, что мы сегодня изучали, от слова «сама-дхи». Вот только слово «сама-дхи», оно в словаре на кратку «и» кончается, поэтому у него свои окончания, мы этого еще не изучали. Ну, от «сама-дхи» локатив – это «сама-дхау», то есть где утвердиться в «сама-дхи». И дальше «ачала». Ну, на самом деле «ачала» и «нищ-чала» – это синонимы. То есть «нищ-чала» – это бесколебательная, «ачала» – это неколеблющаяся, ну, похожи очень на слова. Вот, далее «будхис», то есть «разум твой», когда неколеблющаяся, бесколебательная в «сама-дхи» встанет, ну, дословно поместится в «сама-дхи», да, утвердиться в «сама-дхи». Вот, и последняя четвертинка «тада йогамавапсяси». То есть «яда» и «тада» – опять вот эта пара, есть слово «на-я» и слово «на-та». Когда там «трам-пам-пам-пам» вот эта утвердиться, тогда и далее «йогам» – это одно слово, а «вапсяси» – второе. И слово «йогам» вы уже можете перевести, да, то есть это слово «йога» в словаре – это мужской рот на кратку «а», и здесь у нас окончание «м», то есть это мужской рот, винительный падеж, единственное число, то есть вижу что, вижу йогу, и «авапсяси» – здесь вы можете видеть, во-первых, окончание «си», которое вы уже знаете, это второе лицо, единственное число, то есть «ты» что-то там, вот, и перед ним суффикс «сия». Мы не изучали, это будущее время, то есть «тха», «сия», «ти», «авап», «сия», «си». «Сия» – это суффикс «будущее время». Ну и тут перед «сия» собственно сам глагол «авап». Вот, «авап», на самом деле тут приставка «ава», и корень «ап», «достигать», ну и «авап» тоже, в общем, «достигать», «устегать», мы так и говорим, в общем, «достигать». «Авапсяси» – достигнешь йоги, обретешь йогу, тогда обретешь йогу. Тогда обретешь йогу. Да, то есть по-русски все вместе нормально, это можно перевести, то есть ты тогда обретешь йогу, когда твой разум, неуколебимый, смущенный всякими писаниями, без колебаний утвердится в самадхе. Опять же, самадхе тоже. От века к веку в Индии понимание менялось, от эпохи к эпохе, но чтобы далеко не уходить, просто как термин, если перевести его как «самадхи», тут в сосредоточении переведено, но вполне достойный перевод, да. Вот. Ну, на сегодня тогда все, да, то есть у нас сегодня 5 октября, суббота, теперь мы только по субботам, соответственно, продолжим через неделю 12 октября, вот, ну, сделать, опять же, все задания, что автор учебника просит у вас сделать в этом уроке. Пришлите мне все, кроме второго, то есть первое, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое, то есть побольше чуть-чуть. Работа будет, хотя на самом деле добавилось 20 заданий, достаточно маленьких, а основной объем примерно такой же будет. Вот. Выучите уже 7 шлок из багового гита, то есть продолжайте учить шлоки, это все вам очень сильно поможет. То есть чем больше тем вы будете постигать, пусть даже первых, базовых, несложных, но тем глубже для вас будут раскрываться вопросы и тексты, что вы уже выучили, потому что одно дело просто прочитать что-то там, не знаю, из книги, ну, не знаю, ну, просто взять багового гита в переводе, начать ее читать и больше понимать, ну, это, конечно, приятно. Вот. Но вдвойне приятно, когда у вас текст, когда вы уже несколько месяцев, допустим, помните, начинает открываться новыми смыслами, потому что вы больше изучили правосанфредит. Ну, и в целом, да, то есть родительство изучения санфредит, она устная, всегда была и остается на большой процент устных родителей, поэтому без заучивания, даже вот в Иерувеле, да, даже, ну, как бы одно дело, там, язык учить, там, ну, стихи для изучения языка, понятно, очевидно, что полезно, но даже, да, люди, изучающие Иеруведу, они все равно на память изучают, заучивают шлоки из иереведических текстов, то есть вся индийская традиция, она базируется на изучении, на запоминании текстов, на запоминании вот этих стихов, поэтому очень важно, чтобы вы учили эти шлоки. Вот, ну, и из следующего урока тоже потихоньку учите слова из восьмого, потому что через неделю, собственно, мы столкнемся с тем, что нам надо и с ним работать. Лучше и будет, если подойдете к этому подготовлены. Да, возник вопрос по падежам, да, пишите вопросы, конечно же, давайте сейчас я отвечу на все вопросы, если какие-то остались. Вот, но в целом у нас на сегодня все. Все, я рад, что мы идем вперед, что мы уже прошли целый третий учебника, достаточно успешно, судя по вашим заданиям, выполненным, в которых почти нет ошибок. И мы будем идти дальше, оставшиеся две трети постигать. Так, вопрос. Мы писали, что в одной из применений творительного падежа это из-за чего? И тоже сам применение может быть отложительным, например, из-за болезни. В чем разница, можно, например, использовать творительный в этом случае? Ну, да, Да, то есть оба падежа не используются в этом смысле. Честно говоря, мне самому, конечно, только отложительный падеж в этом смысле нравится, но по факту можно так, можно так. То есть, ну, если там опасность чего-то или тут откуда-то идет, это однозначно только отложительный падеж. Но как бы из-за чего ты там что-то сделал, скорее тоже в таком контексте будет отложительный падеж. Ну, да, вот мы можем сказать, а в связи с чем это было сделано? В связи с чем вообще? Ты об этом вспомнил, не знаю, допустим. Да, в связи с чем вот это произошло? В связи с... И пошел творительный падеж. Вот. То есть на самом деле у них нет прям таких жестких утворительного отложительного падежей, у них нет прям жестких таких рамок, где используется творительный, а где отложительный. Ну, нам, как русскоязычным, кто родительный падеж в этом смысле, использует нам привычный, конечно, только отложительный в этом смысле, но на самом деле по факту в оригинальных текстах вы можете столкнуться и с тем, и со другим. Вот. Но в рамках этого учебника я предполагаю, что Афра пока хочет, чтобы мы действительно только отложительный падеж использовали как откуда-то. А вместе с чем... Тут, конечно, причина углядеть сложнее, но иногда по контексту это бывает. Вот. Но, соответственно, в поздних сансфильских произведениях это бывает уже и без контекста. Вот. То есть вы абсолютно верно заметили, да, что вот эти два смысла, они передаются двумя разными падежами. Вот. Ну, и по факту, на самом деле, индийцы, они... Я бы не сказал, что отдают предпочтение отложительному падежу, а нетворительному примерно 50 на 50. Вот. Но, опять же, зависит от эпохи, от автора где-то больше отложительного, где-то больше родительного. Вот. Ну, пока мы начинаем использовать только отложительный падеж в этом смысле, но будьте готовы, что в оригинальном тексте можете увидеть и творительный для передачи причины или чем... вместе с чем это было связано, чем это было вызвано. Вот. Ну, надеюсь, мне удалось ответить на ваш вопрос, хотя, к сожалению, по полочкам разложенного ответа, насколько я понимаю, не существует. То есть бывает так, бывает так. Вот. Хорошо. Тогда, если вопросов больше нет, то на сегодня все. Спасибо, что вы есть, спасибо, что вы изучаете. Успехов вам в выполнении заданий. Буду ждать от вас домашних заданий, как обычно, до пятницы. Ну, в пятницу тоже можно прислать. Вот. И через неделю, в субботу, мы продолжим. Вот. Успехов вам в изучении, в погружении в Санфриит. И мы только в нашем начале пути. У нас еще несколько месяцев впереди. И мы все изучим гораздо подробнее, глубже. И вы получите гораздо больше понимания всех тех аспектов древней индийской культуры, которые вас интересуют. Вот. Тогда до следующей субботы. До свидания. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.